всем привет сегодня рассказ про технологию проектирования дизайн интерьера я думаю что это многих из вас волнует и видео будет безусловно полезно для тех кто собирается научиться дизайну тот кто учится дизайну тот кто уже дизайнер и опыт небольшой и ему хочется узнать как нужно вести проектирование с чего начинать какой второй шаг 3 4 чем заканчивать а также я думаю это будет полезно и практикующим дизайнерам возможно вы для себя возьмете что-то на вооружение и так поехали друзья то о чем я сегодня буду вам рассказывать это один из множества уроков которые я преподаю в своей школе дизайна поэтому с вас я возьму маленькую плату называется лайк поставьте лайк за то что я делюсь с вами этой информацией в открытом доступе за то что я стараюсь трачу время и делюсь с вами ценнейшими знаниями я думаю что лайка достаточно кто-то из вас наверняка скажет и вам дизайн это творчество поэтому как говорится но вот как пойдет так и проектируем а я вам скажу это неправильно творчество и технологии очень даже дружат и сегодня я вам расскажу про такую технологию технологию проектирования она поможет делать ваши проекты быстрее технологичней правильнее и творчество никуда от этого не исчезнет просто у вас все будет по полочкам согласитесь это удобно это ваш помощник давайте поговорим о том как выглядит проектирование а так как мы с вами люди с воображением давайте представим что есть некий заводик внутри которого что-то там происходит какие-то магические действия и по итогу этих магических действий на выходе из этого заводика дизайн-проект ну вот это вот папочка в которой красивые картинки чертежи там всякие ведомости вот эта папочка дизайн-проект вышла из этого завода то есть на входе пожелания клиентов хочу там то все пятое-десятое внутри что-то там папа папа поделалась и на выходе дизайн-проект так вот сейчас я вам расскажу а что же внутри происходит как этот заводик построить чтобы вы могли проектировать быстрее понятней чтобы у вас все было структурировано давайте представим что внутри этого заводика есть цеха ну в каждом же заводе есть цеха правильно цех холодной продукции горячей продукции от и к и так далее у нас всего с вами шесть цехов вот они первый цех называется тех задания 2 перепланировка 3 идея 4 эскиз 5 чертежи 6 ведомость материалов они расположены именно в том порядке в котором ваша деталь должна двигаться по этим цехам да то есть начиная с 1 2 3 4 5 местами путать нельзя вот это первое что вы должны запомнить не надо их переставлять местами кстати знающие товарищи напишите в комментариях а какой порядок проектирования у вас что вы делаете сначала потому что тот кто с опытом он мне сейчас прямо скажет иван а мы делаем не так мы сначала придумываем идею а потом делаем планировку вот а в моей технологии сначала планировка а потом идея поэтому жду от вас комментариев уважаемые коллеги ну а я расскажу свою логику почему именно так почему именно в таком порядке и почему это важно вот прямо с этого сейчас и начну почему это важно понятно что тех задания должно в самом начале быть но просто есть такие красавцы которые начинают проектировать прямо без какого-либо тех заданий то есть это по сути хотелки клиента так ведь если мы не знаем то что мы на проектируем кстати есть такие персонажи среди клиентов которые говорят ну вы придумайте вы же умные типа вы знаете что делать а мы ничего не знаем на это можно ответить нет т.з. результат хз вот поэтому должно быть четко тех задания после тех задания идет планировочное решение а это фундамент для всего будущего дизайна да ну сколько у вас ком 2 или 3 у вас детей трое или шестеро будут приходить гости или не будут приходить гости вы будете мыться в ванной или в душевой и так далее и тому подобное это все на планировке рисуется и вот исходя из этой планировки из этого фундамента мы уже начинаем двигаться дальше очень многие клиенты просят электрику в самом начале сделайте розетки сделайте выключатели мне прямо сейчас строители ждут так вот делать этого ни в коем случае нельзя посмотрите на схему чертежи стоят на пятом этапе на пятом шаге они в начале электрика делается после того как нарисованы эскизы почему но потому что на эскизах у нас может быть одна люстра или две люстры а может быть у нас кровать будет такая или вот с ушами с такими или вот она может сюда подвинется и это будет влиять на расстановку розеток и выключателей понимаете и пока эскизы не утверждены нельзя рисовать электрику иначе это приведет к переделыванию перерисовки понимаете да в чем суть но либо дизайнер и клиент должны быть сто процентов убеждены в правильности своих решений когда вы в самом начале делаете электрику но а я сегодня рассказываю об идеальном проектирование об идеальном процессе то есть путать нельзя все вот эти вот перепутывания ведут к переделкам в каждом цеху понятное дело про производится своя какая-то работа и там очень много всяческих задач например цех тех заданий давайте поговорим про него то есть когда мы в него заходим мы пока ничего не знаем про объект про клиента что вы должны сделать мы должны сделать замеры мы должны заполнить техническое задание с клиентом он должен написать сколько ему нужно комнат что должно в этих комнатах находиться какая мебель какое оборудование что он ожидает вообще от квартиры чем он хочет насытить его там вентиляция кондиционирование увлажнения умный дом шумоизоляция вот это все прописывается в техническом задании какую он хочет музыку слушать там мультимедиа что это такое будет видеонаблюдение пожарная там и так далее и так далее это все он прописывает в тех заданий еще есть в тех задавра где в этом цеху есть такой раздел называется т.у. то есть это тех условия вообще на что этот объект способен что в нем можно делать а что в ней нельзя делать например если это апартаменты то в них можно кухню размещать где угодно вот куда хочешь туда и двигать а в квартире то есть жилой фонд мы квартиру не можем двигать ни в какую зону кроме кухонной и где коридор вот такое ограничение потом есть нагрузка на перекрытие потом есть толщина перегородок есть высота потолков есть окна которые мы менять не можем да в квартирах не можем а в частных домах можем можем новое окно вырубить можем старое сдвинуть дверные проемы поменять и так далее может быть ваша квартира находится в доме которая является историческим наследием памятником архитектуры и там вообще ничего делать нельзя но у либо что-то можно что-то вообще нельзя понимаете то есть вот эти тех условия мы должны с вами знать и это все относится к разделу тех задания надо сказать что это пожалуй самый ответственный пункт которому нужно подойти со всей ответственностью для того чтобы потом все складывалось так как надо и пожалуй самый главный момент в этом пункте в этом тех задания это хотелки клиента что он хочет на самом деле дело в том что никто не рассказывает что он хочет на самом деле понимаете у меня слухи такой был значит делал делал я дизайн квартиры уже пять вариантов сделал клиент все значит раздражается и потом я понял точнее он мне сказал ваня что тут все такое кота дешман рисуешь мне надо чтобы у меня пацаны просто офигели вот так что всем завидовать то есть какой запрос какая хотелка была в самом начале то есть понты а я там что-то пытался как-то где-то сэкономить или еще что-то а есть обратная ситуация надо кому-то сэкономить да ну понимаете да и квартиры и дома и для разных целей покупают то же самое с общественными интерьерами то есть бывает салон красоты для одних целей бывать для других целей для одной целевой аудитории другой целевой аудитории короче говоря вот важно понять вот это внутреннее хотение клиентов очень часто клиенты сами знаете он хочет на самом деле в общем об этом мы подробно говорим в моей школе там я рассказываю про все эти пункты вот про весь этот цех ну как и про все другие поэтому если желание обучиться то ссылочку оставлю в описании идем дальше следующий пункт это перепланировка это расстановка мебели на плане это мы двигаем перегородки то есть придумываем будущий образ жизни наших людей сценарий их жизнь планировка идет вторым пунктом после тех заданий то есть мы из первого цеха как бы перешли во вторую то есть вот нашу заготовку виде тех заданий мы уже передаем следующий цех планировка почему планировка не идея потому что когда мы рисуем планировку для конкретного заказчика и показываем ее заказчику то мы получаем обратную связь и чаще всего клиент больше включается в работу когда видит свою квартиру свой дом там или что-то и тут всплывают какие-то новые важные моменты в его жизни какие-то новые обстоятельства которых он раньше не подумал а тут увидел планировку и вдруг его осенило понимаете то есть вы дополняете ваши тех задания новыми сведениями и на этом моменте на обсуждении планировки вы получаете шанс узнать больше о вашем клиенте больше об этом объекте больше о его образе жизни а его желания хотениях переживаниях и соответственно у вас появляется больше информации для следующего шага а следующий шаг идея ну а пока мы еще в цехе номер два это перепланировка и здесь помимо вот того что мы узнаем больше мы же должны нарисовать эту планировку да вот я когда рисую планировки я еще как бы по нескольким уровнем делю да то есть вот то есть в этом цеху идет очень большая работа вот первое с планировкой что нужно делать это подумать о местах хранения да то есть их всего бывает 11 пунктов а бывает и больше но основных 11 и вот об этом мы как раз говорим в нашей школе я учу как их предусмотреть сколько как их на плане разместить второй уровень это красота это вообще что-то такое знаете непонятное аморфная но после обучения становится понятным надо сказать красота это композиция то есть как композиционно расположить мебель в пространстве так чтобы потом в последующем выглядело красиво понимаете то есть в основном это симметрия в основном это точки фокуса то есть это то куда мы смотрим вот исходя из этого расставляем мебель но правильно ее расставить невозможно и нельзя до того момента пока вы не учтете все хранение и третий пункт это психология то есть это еще глубже мы копаем в планировке и разбираемся когда сделать планировку так чтобы она была такой чтобы в ней вот было хорошо кайфом прям всей семье понимаете и вот эти все уровни они должны как бы совпасть вот чем мы занимаемся на планировках ну а также понятно всякими техническими моментами там из чего перегородки строить как канализацию тянуть куда правильно ставить там унитазы раковины и вообще вот как к воде подключаться а что согласуем а что не согласуем а в общем огромный список вопросов который решается на этом пункте и вы друзья должны все эти вопросы решить и самый главный вопрос в конце работы в этом цехе он звучит так а вашу планировку согласуют ну понятно что она должна понравиться клиенту вот после этого а ее возможно согласовать а ее возможно реализовать вот это то что вы должны решить в завершении этого этапа мы часто отдаем тем людям которые занимаются согласованиями просто с ними консультируемся и спрашиваем это возможно или невозможно понятно что у нас насмотренности и знаний очень много и мы сами можем уже сказать что возможно согласовать что невозможно согласовать что законно что незаконно то есть мы это знаем но в каких-то сложных ситуациях мы консультируемся и вам рекомендую это тоже делать когда вы согласовали вы убедились что ее можно согласовать когда клиент доволен ему все нравится рекомендация с клиента нужно брать подпись чтобы клиент подтвердил что вы сделали эту работу на самом деле это удобно всем клиент видит что работа двигается мы завершили очередной этап и переходим к следующему для вас спокойствие дизайнеры уважаемые что вашу работу подтвердили заверили подписью что все так и будет дальше вот пока это этого не сделано то продолжайте делать планировку пока ее и не утвердит клиент следующий этап эта идея это следующий цех я его называю самым творческим потому что здесь творится самая магия самая непонятная вот это вот что-то такое после чего появляется прекрасный классный индивидуальный атмосферный дизайн здесь мы должны придумать образ мы должны придумать историю из которых будет выходить дизайн здесь мы говорим про композицию здесь мы говорим про фактуры формы про цвет цветоведением занимаемся как составить цветовую схему это все делается здесь то есть на этом этапе мы создаем образ будущего интерьера вот из такой мебели будет образ этот состоять вот она будет таких цветов вот она будет таких фактур вот они так в пространстве будут располагаться вот такой декор здесь будет вот такие стены и такие светильники и вот этот формирует некий коллаж который мы презентуем клиенту и вам рекомендую так делать дизайнеры если вы дизайнеры чтобы клиент увидел в какую сторону мы движемся чтобы он смог это себе визуализировать и понять нравится ему или нет откликается или нет если нет ищем новый образ до тех пор пока клиенту не понравится и вот здесь я считаю справедливо не брать клиента за варианты знаете делать столько сколько ну сколько потребуется потому что ведь клиент не знать что он хочет это мы должны узнать как врач что хочет клиент то есть опросить его понять его переживания это получается не всегда надо признать поэтому приходится делать и два варианта и три возможно варианта но ничего страшного мы ищем доходим и в итоге клиент получает действительно то в чем ему приятно находиться то чего он будет кайфовать понимаете то есть эффект должен быть такого вот это да вот это именно то что я хочу и надо сказать что ради этого этапа во многом и в большинстве своем приходят ко мне в колу чтобы я научил вот этому непонятному вот этому магическому то что происходит на этапе идея потому что надо сказать что мы сами до конца не знаю какой дизайн у нас получится когда работаем с клиентом да ну мы же не знаем какие у него там чайные переживания а некоторые дизайнеры занимаются копированием чужих интерьеров или своих интерьеров ну в таком в одной стилистике работают долго и хорошо и нормально то есть если устраивает ток а я рассказываю про атмосферный дизайн про дизайн со смыслом это когда мы дизайнеры генерим новые смыслы но в этом и заключается дизайн дизайн это создание новых смыслов и в этом плане мы как говорится впереди планеты всей да то есть вот мы генерим новые смыслы и если вы посмотрите интерьеры наши то они все разные отличаются все с какой-то направленностью со своим настроением со своей атмосферой это потому что мы работаем по такой схеме по такой методике вот что за методика что за схема придумывания идеи об этом конечно я рассказываю в школе приходите всех приглашаю ссылочка в описании на школу кстати вот уже старт 12 октября скоро поэтому записывайтесь приходите будем учиться если вы хотите для себя создать дизайн своей квартиры что приветствуется то пожалуйста вот здесь как раз мы с вами эту магию будем творить когда идея придумана и визуализирована виде коллажа мы переходим на следующий этап называется он эскиз этот эскиз как правило выполняется в 3d визуализации то есть специальных 3d программах и для нас эту визуализацию выполняют визуализаторы то есть мы к ним обращаемся чтобы они для нас рисовали эти картинки это делает не дизайнер открытие для кого-то да то есть это визуализаторы то есть отдельная профессия дизайнер выдает задание то есть идея вот виде коллажа и списка того что нужно делать и тех материалов из которых нужно делать передается визуализатор визуализатор рисуют сейчас наверное для многих разочарование или недопонимание как же так дизайнер должен рисовать сам сам додумать но может быть и может вы можете и так работать но вот мы работаем так и это гораздо продуктивнее когда вы отдаете рисовать кому-то быстрее рисует красивее а если вам говорят что мы на своих курсах научим вас рисовать картинки и ты станешь дизайнером нет не станете потому что вас научат рисовать картинки а дизайн то кто за вас будет придумывать программа что нет программа это всего лишь кнопки это инструмент и все а придумывать учат вот здесь у меня но в смысле я учу на курсах вот идея интерьера вот как придумать это здесь потом этап визуализации и так отдали и там дизайнеру визуализатор уже рисует вы смотрите корректируете и итоговый результат показываете клиенту крен принимает подписывает и мы двигаемся дальше вообще как вы поняли каждый этап нужно подписывать перепланировку сделали подписали идею придумали коллаж составили презентовали клиенту понравилось подписали и вот дальше когда мы рисуем 3d визуализацию и показываем клиенту то здесь уже каких-то изменений быть не может потому что весь дизайн уже придумал направление определено мебель выбрана вот так и будет могут быть подвижки в каких-то деталях светильник правее левее диван дальше ближе вот какие-то такие вещи оттенки как-то поиграть но глобально что-то менять в дизайне уже нет если меняется в дизайне то это уж ну уж извините давайте снова переделать перед перед придумывать дизайн и за это пожалуйста деньги оплачивайте уважаемые клиенты вот вот это справедливо то есть идею без ограничений по вариантам а эскизы тут уж извините здесь с ограничением то есть одна правка от заказчика но правее левее темнее светлее и все а дальше уже пожалуйста оплачивать если есть такая необходимость следующий этап чертежи мы на него переходим только тогда когда у нас подписаны все эскизы и в чертежах есть целый список там 15 листов даже больше по моему это электрика это сантехника а кстати как расставлять розетки как светильники проектировать куда выключатели этому тоже я обучаю школе показываю как это делать план сантехники план напольных покрытий план плинтусов план потолков план дверей куда они открываются какие-то двери какой высоты и так далее то есть это раздел который нужен на самом деле строителям для них это инструкция как строить как ремонтировать что вообще делать понятно да то есть листаем это инструкция и она конечно должна сделать должна быть сделана безупречно в первый раз если вы займетесь чертежами конечно безупречно у вас не получится получится как-то там а вот второй раз после того как вы будете делать уже будет лучше а после авторского надзора будет еще лучше вообще надо сказать что дизайнер учится на авторском надзоре а если заказчик и если у вас дизайнер новичок то знаете что он на вас учится в этом нет ничего страшного если все понимают что так происходит ну что человек учится но там какие-то небольшие деньги там берет за это но вы понимаете что он учится и может наделать много ошибок но главное чтобы были к этому готовы если вы к этому не готовы то вы должны понимать что должен быть человек который несколько авторских надзоров провел только в этом случае он делает хорошие чертежи потому что он на месте видит и учится и видит свои ошибки которые он наделал он общается со строителем которые ему подсказывают где он ошибся и как ему нужно было делать понимаете то есть вот такой опыт проходит я считаю что чертежи должен делать сам дизайнер который придумывает идею но можно отдавать чертежнику архитектору который с чертежами умеет обращаться но только этот человек должен уметь погрузиться в проект понять его суть и перенести на чертежи то есть тут пожалуйста можно и так после чертежей после того как они сделаны и утверждены заказчиком хотя на самом деле он всех их утверждить не может потому что он в них ничего не понимает заказчикам нужно утвердить всего лишь несколько листов первое это планировка с расстановкой мебели помните мы его сделали еще на втором этапе во втором цехе нашего заводика а также с заказчиком нужно утверждать расстановку розеток вот прям садиться с ним обсуждать и как-то возможно двигать потому что ну у людей есть своя логика кто-то елку хочет включать в определенном месте кто-то фен там не знаю может быть на кухне пользуется ну и так далее есть нюансы нужно обсуждать расстановку выключателей вот это нужно согласовывать а все остальное уже не обязательно но тем не менее мы это подписываем и двигаемся на завершающий этап называется ведомость материалов ведомость отделки список материалов короче этот документ в excel и где мы пишем все позиции товаров которые необходимо купить для реализации вашего проекта список корпусной мебели список мягкой мебели список плитки сантехники напольных покрытий светильников декора штор зеркал стекол фурнитуры техники всего того что мы видим глазами обои видим пишем ручку дверную вижу видим пишем смесители пишем светильники пишем плитку затирку она же определенного цвета ее тоже нужно писать как это все пишется то есть например плитка мы пишем сколько квадратных метров ее нужно мы даем ссылку на магазин где мы ее нашли ну как в интернете да то есть вот прям ссылка чтобы клиент мог перейти по этой ссылке и посмотреть это не значит что мы нашли самое дешевое место там не самое какое-то удобное для клиента место нет мы просто как правило работаем с этим магазином или работали а может быть это новый магазин неважно вот так получилось потом клиент сможет сам решить в каком магазине ему покупать эту плитку в этом или в соседнем или другом городе ну то есть это уже называется комплектация это уже следующий этап работы называется авторское сопровождение понимаете или комплектация объекта или управление ремонтом как угодно это уже реализация а мы сейчас говорим про дизайн проект так вот в дизайн-проекте мы указываем ставим фотографию плитки пишем количество квадратных метров пишем в какое помещение даем ссылку на магазин ну и при необходимости пишем там контакт например человека с которым мы связывались по этому вопросу уже с ним как-то консультировались там далее и вот есть его контакт пожалуйста можете звонить по нему вот что такой список материалов мы ставим стоимость но мы же видим сколько она стоит мы ставим стоимость и таким образом формируется цена и того по объекту и это дает представление клиенту о стоимости реализации его объекта но все что касается дизайн проекта здесь не посчитаны строительно-монтажные работы здесь не посчитаны работы субподрядчиков но товары которые мы приобретаем то есть они примерно посчитаны то есть можно уже сориентироваться на стоимость проекта вот это все мы сшиваем и у нас получается папка которая выходит из нашего заводика передается клиенту жмутся руки работа выполнена дизайн-проект готов после этого если клиент хочет он к вам обращается за помощью в реализации проект это называется авторское сопровождение и за это клиент оплачивает другие деньги то есть заведение этого проекта понимаете да то есть папка это дизайн-проект а ведение проекта это уже услуги по сопровождению в помощи ответы на вопросы там ну и так далее итак сегодня я вам рассказал про то как строить работу по дизайн-проектированию соблюдайте эти этапы и ваша работа гарантированно станет быстрее такой подход позволит вам находить помощников например на этап эскизы да как я рассказывал с визуализаторами например на этап чертежей тоже кто-то может их составлять например на этап ведомость материалов тоже можно кого-то приглашать чтобы вам помогали таким образом вы можете сформировать команду которая будет работать над проектом а можете все реализовывать сами самостоятельно от самого начала до самого конца выбор за вами но неважно как вы реализовываете сами в команде большой студии порядок работ именно такой так удобно вам так понятно клиенту он не будет тревожиться он будет знать что происходит на каком этапе вы находится находитесь и вопросов что там происходит когда это все закончится у него возникать не будет потому что он знает что происходит где вы находитесь хотите научиться такому подходу хотите погрузиться в мир дизайна научиться делать быстрее лучше интереснее креативней научиться идеи в частности научиться планировки делать грамотно то пожалуйста приходите в мою школу ссылочка в описании я вас попрошу написать в комментариях может быть вы дизайнер и у вас есть свой подход и свое видение к этому давайте обсудим если вы хотите научиться дизайну учитесь дизайн то и у вас есть вопросы пожалуйста задайте их напишите в комментариях я буду всем отвечать со всех лайк я старался я выгрузил урок в открытый доступ с удовольствием с вами делюсь за это лайк подписка на канал потому что в будущем я буду обязательно выкладывать полезные видео для этого нужна подписка и колокольчик чтобы вам приходили уведомления на этом все всем пока да прибудет с вами муза будьте грамотными дизайнерами